Вот они, ее малыши. Дата рождения 1.04. Через два месяца он уже будет весить около двух килограмм. Этому малышу всего 11 дней. Товарного вида он достигнет уже через три месяца. Рост кроликов, по словам фермера Дениса Бабина, их главное экономическое преимущество. Из рисков животные очень прихотливы. Ухаживать надо как за детьми. Но зато высокий оборот мяса. В год на этой ферме планируют получать полторы тысячи тонн, рассказывают Вениамину Кондратьеву. Хорошей помощью на первых порах стал краевой грант почти в полтора миллиона рублей. Теперь уверенно идут к развитию сами. Мы здесь живем. Мы должны заниматься тем, мы занимаемся собственно тем, чем можем заниматься. И кормим семьи своей тем, ну как бы от того, чем занимаемся. Проблемы есть с сбытом? С сбытом нет. Армавирский рынок у нас пока и здесь в районе. К роликами Денис Бабин занимался еще с детства. К сельскому хозяйству в Испенском районе в прямом смысле приучаются школьные скамьи. Ребята своими руками после уроков выращивают огурцы, помидоры и яблоки. Те, кто постарше, проводят даже анализ почвы. Сельское хозяйство для учеников оказалось настолько увлекательным, что в школе построили даже теплицу. Ходим с 3-4 класса. Также дома хотим сделать теплицу, потому что здесь все настоящее, натуральное, лучше, чем на рынке. Все свое. Такие школы нужны на Кубани, которые приучают детей к своей земле. О том, что не надо бояться земли, не надо бояться, чтобы испачкать руки в земле, потому что это земля кормилиц. И работать на этой земле – это двойное и тройное счастье. Вот любовь к своей земле – это самое основное и главное, что должна привить наша кубанская школа, нашим кубанским детям. Такое детское увлечение, без сомнения, поможет определиться с профессией во взрослой жизни, считает Вениамин Кондратьев, тем более в аграрном регионе. Подобные классы губернатор предлагает создать и в других кубанских школах. Впрочем, теплицами в селе занимаются не только ученики. Это направление в Успенском районе стало активно развиваться. Под теплицами занято больше 50 тысяч квадратных метров. 15 из них в руках ведущего фермерского хозяйства. За последние два года здесь вырастили сотни тонн овощей. Они же как первопроходцы. Они первые разведали экономические пути, которые дают им дивиденд. А вы как менеджера подхватите тогда и двигаете максимально активную часть жителей, которые способны заниматься бизнесом, а конечно же бизнес, именно в этом направлении. То есть по-другому невозможно. Мы никогда тогда бюджет не создадим на плечах только тех, кто сегодня прорвался. Конечно, он говорит, я готов расширяться. И у него должны быть условия для расширения. Но для тех, кто готов сделать первые шаги в этом направлении, тоже должны быть условия. И вы тоже должны их создать. По-другому мы экономику района Успенского или иного не создадим. Разговор о сельском хозяйстве продолжился на встрече губернатора с активом района. От местных жителей к краевым властям неоднократно поступали жалобы на махинации с реализацией молока. По их рассказам были случаи, когда перекупщики не отдавали фермерам деньги и просто пропадали. Ситуация, возможно, носит даже уголовный характер, говорит в свою очередь Венемин Кондратьев и просит прокуратуру подключиться к проблеме. Вы давали оценку этой ситуации. Люди-то страдать не должны. Там проводится проверка. Назначена финансово-хозяйственная ревизия. Это по одному предприятию. Этот материал находится на контроле. И по итогам уже финансово-хозяйственной ревизии предприятия как раз-таки выяснить, куда делись денежные средства, полученные от реализации продукции, которую получили от населения. Уже будет принято окончательное процессуальное решение. Если вы усматриваете состав, исходя из уголовного кодекса, то вы его применяете. То есть санкции имеются в виду, в том числе и уголовного характера. Потому что в противном случае недоверие людей может обернуться массовым недоверием, в том числе и к власти. А люди не разбираются, что это прокурор, милиция, губернатор, глава района. То есть представители власти и гарантировано того, что люди должны получить заработанные деньги. Еще одна проблема местных аграриев – нехватка комбикормов. Животноводством здесь занимаются боерады, но останавливают отсутствие кормовой базы. Решение озвучивает председатель законодательного собрания края. Мы в законе краевом записали, что обязан, если не держит скот, то обязан 7 центров кормовых единиц каждого гектара продать. А это достаточно большие объемы. Из них нужно делать комбикорма и давать возможность, чтобы люди покупали и разводили. Понятно, это не панацея от всех бед, но это уже будет шаг в этом направлении. О наболевшем рассказывает и руководство базы по хранению минеральных удобрений. В селе Коноково они открыли свой филиал и отремонтировали ЖД-ветку, чтобы реализовывать продукцию в другие районы края. Губернатор они просит помочь посодействовать в открытии этого переезда. Кондратьев в свою очередь интересуется, будет ли от этого получать прибыль район или выиграет только бизнес. Налогов сколько платите? Значит, в бюджет района мы только платим за землю. Ну, друзья, это неправильно. Вы тогда возьмите здесь, ставьте на учет полный, здесь платите и прибыль, раз вы здесь зарабатываете. Это совсем неправильно, это откровенно говоря. Винимый вопрос. Хорошо, мы этот вопрос поставим. Но просьба, чтобы нам о приемах... Так, давайте так договоримся. Вы передайте саморуководству. Если вы становитесь здесь на учет, то переезд ли вам лично при всех, обещаю, он будет. Все. Вы нам, мы вам. По основным цифрам развития экономики Успенский район показывает просто небывалые результаты. Всего за год среди всех муниципалитетов края 41-го места он поднялся на 9-е. Кроме того, динамику по налогу на прибыль здесь нарастили аж в 7 раз. Однако важно, чтобы все эти красивые цифры оставались не просто на бумаге, а отражались на реальной жизни селян, считает губернатор. Конечно, для меня приоритет сегодня – это те экономические процессы, которые в районе идут или не идут. То есть запускаются ли новые, как я говорю, точки роста или не запускаются. Ищет глава, который районный, это топ-менеджер, эти точки роста или не ищет. Или он довольствуется тем, что сегодня есть, значит оно и есть. Экономика района, бюджет района, он не поспевает за текущими задачами. Конечно, сегодня нужно зарабатывать. Самое простое – это собирать налоги. Но мы должны сегодня искать те точки роста, которые позволят развиваться экономике. Я уверен, что точки роста есть и в Успенском районе. Резервы для роста действительно есть. Локомотив экономики района сегодня – агропромышленный комплекс. И по мнению губернатора, ставку необходимо делать именно на развитие сельского хозяйства. И одним из первых шагов на пути к этому станет создание здесь одного из семи логистических центров.